всем привет с вами людос и сегодня поговорим о новом сезоне затронем все что есть в новом сезоне обсудим что к чему готовится обсудим нового героя вообще обо всем поговорим сразу давайте по порядку нам доступно в игре новом сезоне в данный момент три локации возможно будет 4 я не уверен но в данный момент 3 локации это пепельные пустоши где собственно пустыня тут и гроза тут песчаные бури сделано все великолепно очень красивые локации здесь стоит каждую посетить все посмотреть музыка звуки все проработано на высшем уровне эта локация мне очень сильно понравилось а также доступно нам разрушенный анклав это получается уже вторая локация это тоже пустынная локация но как бы тут скалы горы и также среди них находится небольшой город очень красивый город тоже сделано все со вкусом достаточно все красиво проработано посмотрите на эти мельницы посмотрите на это все здесь выглядит все просто великолепно реально очень круто сделано очень и последняя локация рыжегорье но последняя на данный момент не уверен возможно будет еще одна ну пока что она открыта именно эта третья рыжегорье здесь это терапическая пустыня здесь уже есть и какие-то оазисы тропики но тоже пустынная локация сделано тоже великолепно все очень круто прорисовано опять же лайк большой не перестану это говорить все выглядит просто великолепно также новом сезоне нам будет доступны несколько новых режимов давайте о них немного поговорим во первых царстве снов помимо наших 4 основных боссов добавят еще двух дополнительных боссов собственно помимо всего этого сервера объединяются в районы и помимо вашего рейтинга вашего сервера у вас будет еще дополнительный рейтинг района котором еще дополнительные награды можно будет получить собственно два новых босса это они не совсем новые это старые боссы это первый владыка и как бы второй владыка то есть волк и медведь дальше добавили новые этапы а пока не знаю сколько их там точно но награды дают видел последнюю награду за 900 возможно тоже будет 1000 плюс но не уверен по крайней мере еще пока туда никто не добирался также доступна высшая арена это новая арена здесь 5000 мест и здесь 5000 ботов эти этих ботов будем заменять мы то есть постепенно люди сюда будут добираться но это арены проходить их ботов и занимать их места если вы попадете на настоящего игрока и выиграете его то вы займете его место вот так это работает это по поводу высшей арены также легендарные испытания башня здесь собственно добавили сезонную башню она обновилась этажей сколько здесь не скажу честно не знаю здесь нету такого то есть если в обычной башне было 90 здесь пока что информации такой я не вижу возможно где то здесь можно будет это увидеть нет тут тоже не указано то есть открыто новая сезонная башня тоже с дополнительными наградами также переработана дуэль чести и переработаны боевые игры здесь будет дополнить какие-то новые режимы новые режимы я тут пока что еще не разобрался еще пока что она не открыта через три дня у меня откроется интересно будет поиграть дальше по поводу нового героя это очень спорный момент почему потому что этому герою чтобы он хорошо играл нужен еще один герой это эйрон обязательно минимум на мифик плюс минимум просто а вообще высший плюс и с оружием прокачанным то есть не для всех не для фритуплей однако если вы изначально собираете пачку с альсой то есть как фритуплей то не составит труда также там упор делать то чтобы как можно скорее достать эйрена хотя это достаточно рандомный герой его нигде особо не возьмешь он чисто рандомно выпадает выпал или нет то есть вот так поэтому все зависит от того есть у вас от герой или нет протестировал я этого героя герой безумно сильные он очень силен в пвп на ю тубе куча есть видосов с пачками с пвп пачками но там и рейнер использует то есть опять же не фритуплей путь герой прекрасный на боссах бьет очень хорошо в пвп силен в новом сезоне показывает себя отлично особенно с соперниками которые двигаются здесь в новом сезоне есть соперники которые очень быстро двигаются и она как раз таки там очень хорошо помогает интересно будет также увидеть ее синергию с сороном до который выйдет у нас чуть-чуть попозже я так понимаю после 20 дней сколько у нас осталось но на момент запись ролика 17 дней до через 17 дней здесь выйдет ссор он скорее всего будут давать там по 4 копии за или по 8 копий честно не знаю должны давать вроде как по 8 копий насколько я понимаю за 40 круток плюс минус по моим предположениям это должно быть именно так собственно поэтому решать уже вам призывать этого героя или нет но мое мнение герой безумно силен особенно с эйроном это будет выглядеть просто великолепно дальше касательно нового сезона у нас также доступные задачи на поиск сокровища здесь для тех кто не знает как это делать тут все очень просто один раз увидеть и понять нужно будет ставить вот такие вот какие-то понари которые светят в сторону где находятся сокровища вот здесь я как раз таки нашел отлично забираем все фонарь и светит ровно туда где находится сокровище вы не выбираете в какую сторону осветить этим фонарем фонарь сам светит туда где находится сокровища Это по поводу этого режима. Также здесь куча разных задач будет доступна. Интересных задач. Также здесь у нас открыт... Скоро будет открыт новый босс. Давайте к нему подойдем поближе и посмотрим, что там. Итак, мы дошли до нового босса. Я к нему подошел, сразу камера отдалилась. Выглядит он безумно стрёмно. Реально, какой-то жук-носорок с кучей лап, как типа паук, что ли. Выглядит он очень стрёмно. Пока что он такой красно-черный. Когда будет уже выходить босс, увидим его в раскраске. Выглядит реально безумно стрёмно. Будет он через 29 дней на момент записи. Получается, через месяц будем пробовать его бить. Помимо всего этого, будете проходить все постепенно. Будет все открываться по мере прокачки вашего резонанса. Будете прокачивать резонанс и также проходить все эти локации постепенно. Например, здесь уже требуется 150-й резонанс для второй локации. Там для третьей 170-й. И там для последней 190-й резонанс. Я уверен, что скорее всего добавятся еще локации, которые выйдут, наверное, не сейчас, а чуть попозже. Я уверен, это будет. Здесь будет дополняться и так далее. Это 100%. Здесь будет куча всего. Также немного хотел поговорить про АФК-этапы. Здесь есть отличие от классических АФК-этапов. Это все-таки сезонные АФК-этапы. И здесь награды для сезона. Там это пыль в основном и сезонное снаряжение, которое нам поможет прокачивать дальше нашу команду. Мультикоманда доступна здесь и битва. Мультикоманда, насколько я понял, если ты пройдешь этот этап 1, то у тебя добавится плюс 1 к прогрессу АФК-этапов. То есть, ну, вот так это работает. Они независимы друг от друга. Просто получается так, вот я нахожусь на 235-м. Если мультикомандой выиграю сейчас бой, я стану на 236-м. Вот. То есть, вот так это работает. Здесь, я так понимаю, в мультикоманде ограниченное количество боев. Там их гораздо меньше, чем в обычной битве. Что еще? Скоро будет доступен у нас новый режим. Откроется он, когда я пройду 305-й АФК. И также через 4 дня. То есть, скорее всего, 305-й АФК я пройду раньше, чем через 4 дня. Но режим откроется только через 4 дня. Испытание дары. В испытании дары мы будем получать, собственно, такие штуки, которые будут прокачивать у нас здесь какие-то эмблемы героя. Вот так это называется. Эмблемы героя будут доступны, которые будем вставлять в своих героев, чтобы также их усилять. Из доната. Здесь есть достаточно выгодный донат. Это, естественно, сезонный путь славы, который позволяет получить кучу золота, пыли, сезонных вот этих вот книг, билеты также даются. Кстати, здесь 30 билетов, да, 30 билетов быстрых круток и 30 билетов обычных круток. В принципе, неплохо. Это выгодное предложение. Оно стоит 10 долларов. Левое правое брать не обязательно. Если, как бы, ну, за 10 долларов взять супер-буст для своего сезона, для своего аккаунта, я считаю, это очень дешево. Дальше из выгодных доступно, ну, естественно, все его видели. Это набор для роста, да. Здесь за прохождение фокетапов 110 эпических билетов и 15 тысяч алмазов за 30 долларов, по-моему. Очень выгодное, крутое предложение. И также есть еще одно более-менее нормальное предложение. Это за... ну, это уже для больших донатеров, там условно. Это за 1500 кристаллов дракона. Здесь можно выбрать в сундуке, что вы хотите взять. Тоже очень-очень выгодно. И еще кое-что я хотел затронуть. Это снаряжение и артефакты. В этом сезоне есть одна проблема. Это золото. Золота не хватает. То есть я сейчас не могу прокачивать никак свое снаряжение. 170 тысяч стоит прокачка снаряжения. За просто одного снаряжения. Осталось 500 тысяч золота. Это просто жесть. Все золото улетело, нету ничего. Также за прокачку новых сезонных артефактов требуется очень много золота. И все ушло тоже сюда. Сезонные артефакты. Они достаточно сильные. По моим ощущениям, они в принципе сильнее, чем классические артефакты. Вы можете использовать стандартные, можете использовать сезонные. Однако в сезоне эти артефакты будут куда лучше. И чем больше вы прокачиваете, тем больше они дают статов. Здесь помимо этого еще открываются дополнительные навыки и так далее. То есть сезонные артефакты очень сильные. Дальше. По ним пройдемся. Этот артефакт у нас, собственно, на защиту. Этот артефакт на урон, магический урон. Здесь на физический урон. Также может, кстати, контроль выдать. И здесь артефакт тоже магический. Но он такой, честно говоря, наверное, не самый вау. Вот этот артефакт для боссов. И вот этот артефакт для боссов будет лучше. Все зависит уже от вашей команды. С магическим она уроном или с физическим уроном. Собственно, как-то так. Я прохожу с этим артефактом компанию. С вот этим артефактом. С вот этим артефактом. Иногда этот использую. Собственно, тут лучше почитать. Все-таки все зависит от вашей команды, от вашего отряда. Это очень важно. Здесь можно использовать абсолютно разные. А старые артефакты в прохождении не использую. Ну, как старые. Наши классические. Минус один единственный здесь есть. Для меня это золото. Нехватка золота. Я думаю, что у фьюдплей игрока там еще больше нехватка золота. Я даже не представляю. Здесь стоит это все безумно много. Хотя, наверное, сделано здесь все так, чтобы давалось всего впритык. Однако у меня осталось 500 тысяч. И если я сейчас прокачаю снаряжение, то этих денег просто не станет. И это при том, что я ни разу не покупал у кузнеца оружие. Здесь есть кузнец. В самой первой локации ни разу не покупал у него ни одного оружия. Можно, по-моему, посмотреть, если я не ошибаюсь. Но вроде бы ни одной покупки не совершал. Или же в самом начале взял одно оружие. Может быть, есть грешок. Сейчас посмотрим. Узнаем. Купить что-нибудь. Ни-а. Ничего не покупал. Ни разу. Ни разу не покупал. Не советую вам это брать, ребят. Вообще, это того не стоит. Не покупайте здесь ничего. Вы очень совершите большую ошибку. Больше сказать нечего. От себя могу добавить, что мне очень понравился этот герой. Я буду делать Эйрена под нее. Буду делать такую пачку. Прикольно. Реально. И также буду ждать Сорена. Сорен, я так понимаю, что-то наподобие Корена. Ну да, это что-то наподобие Корена будет. Как раз-таки под нее зайдет. Будет отталкивать. Давать дополнительный контроль. То есть, мне герою очень нравится. Мне очень понравился сезон. Сделано здесь все прекрасно. Музыка, кстати. Вообще, за нее отдельный респект. Не знаю, подметили ли вы, но музыка здесь великолепна. Вам всем, ребят, огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. Если бы было интересно, ставьте палец вверх. И до скорых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok